Детская поликлиника Анализов крови, общий анализ крови, общий анализ мочи, проходят антропометрию. Мы здесь проводим ЭКГ плюс ЭКГ с нагрузкой. У нас есть пять узких специалистов. Это врач от Арина ларинголог, невролог, травматолог, ортопед, врач спортивной медицины и врач-педиатр. После прохождения всех врачей пациентам выдают справку о состоянии здоровья и присваивают группу. Именно эти показатели определяют, каким видом физической нагрузки может заниматься человек. Первый – это все здоровые пациенты, естественно, у кого нет никаких изменений. Вторая группа – это те пациенты, у кого есть изменения, но чем они могут заниматься в основных группах. Третья и четвертая категория – у нас есть адаптивные пациенты, которые занимаются адаптивным спортом. У Людмилы Секри четверо детей. Сын и дочь занимаются бальными танцами. Мальчишки увлекаются дзюдо и самбо. Для того, чтобы добиться высоких результатов на соревнованиях, им необходимо регулярно следить за своим здоровьем. Отделение спортивной медицины помогает родителям значительно ускорить процесс прохода к врачам. Я на самом деле очень довольна, потому что все в одном месте. Все сделано как-то компактно. Допустим, я сегодня пришла, очень надеялась, что пройдем быстренько все. Но все не получается за день, так как и детей много, и врачей достаточно, и анализа. Но практически мы всех специалистов, четыре специалиста за сегодня мы пройдем с тремя детьми, допустим. Всех специалистов здесь можно пройти за два дня. Запись на прием доступна через портал Госуслуг или в 148 кабинете в этом же отделении. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ.